Прокатили на 3 миллиона рублей несколько наших соотечественников, стали жертвами испанских мошенников, которые выдавали бюджетные иномарки за люксовые автомобили. Аферистов задержали, но подобный бизнес, как оказалось, процветает во всем мире, а дело лишь в ловкости рук. Ведь сделать из отечественной легковушки элитный спорткар довольно сложное занятие. Как выглядит Бентли российской сборки, покажет Иван Федотов. Что такое армянский коньяк, никому объяснять не нужно. А вот Бентли по-еревански новинка, пожалуй, сенсационная. Гламурное розово-бежье кресло и двери, словно расправленные из трябиной крылья. Эту копию английского автомобиля класса люкс на РЭК собирал три года. Виртуозно переделал старый Крайслер. Что касается деталей каких-то мелких, то исходил из оригинальных. То есть либо чертежи, либо сама деталь оригинальная под рукой смотрел и как бы пытался повторить. Клоны роскошных спорткаров собирают в одной из московских мастерских. Кузов из стеклопластика, ходовая и двигатель от машин-доноров. Получается такой Франкенштейн на колесах. Деталями для него могут послужить даже переделанные запчасти Жигулей. Вот так ВАЗ-2107 превратился в колоритный гоночный каттерхэд. ВАЗ-2107 превратился в колоритный гоночный каттерхэд. 180 развивает максимум. Сколько газу вы хотите, по-моему, тебе, да. Потому что она очень легкая, весит всего лишь 450 килограмм. А движок у него более мощнее. Мы сделали в нашем гараже. Просто как бы, чтобы отходы не выбрасывать, мы из этого создали машину. Машины-двойники культовых компаний, таких как Астон Мартин, Бугатти или, как их еще называют, реплики, стоят недешево, но все же в разы меньше оригинальных образцов. Законодательство Испании создавать автоклоны не запрещает. Единственное условие – не ставить логотип оригинала. Но, похоже, не все хотят играть по правилам. На днях в одной из провинций полицейские разоблачили банду мошенников. Они маскировали подержанные Тойоты под Феррари и Ламборгини и продавали машины через интернет. Аферистов поймали, когда они пытались продать фальшивый спорткар за 40 тысяч евро. Мы решили проверить, насколько искусны российские мастера и доверчивые покупатели, способны ли они отличить копию от оригинала. Этот изысканный кабриолет создан по образцу и подобию легендарной британской Кобры. Из гаража он отправляется на платформу эвакуатора и, минуя многоэтажки спальных районов, мчится в элитный автосалон. Эффектная подделка не затерялась в окружении подлинных Порше и Мустангов и заинтересовала первого же клиента. Эта машина, я вот серьезно ее сегодня видел впервые вживую, и она прям завораживает. У меня такое ощущение, что если я буду в этой машине, это будет некоторое поведение моей индивидуальности, эксклюзивности. Продавец запросил 9 миллионов рублей, но даже такая цена Александра не испугала. Он твердо решил приручить эту Кобру. И, похоже, был глубоко разочарован, когда узнал, что его разыграли. Посмотри, это реплика. А ты даже не догадался. Нет, ну сделан очень качественно. Я бы прям сейчас забрал бы ее себе. Впрочем, и сам владелец автоклона, и эксперты уверены, что покупка все равно бы не состоялась. Подвох легко обнаружить. Достаточно заглянуть под капот. Поэтому выдавать реплики за настоящие суперкары в России просто безумие. На мой взгляд, у нас люди более информированы, и они прекрасно знают, как и что выглядит. Кузов это одно, то, что он из стекловолокна, а не из металла. Но есть как бы оригинальные фонари, оригинальные части салона, оригинальный двигатель. Наконец, есть документы, паспорт транспортного средства. Если, к примеру, Бентли на самом деле замаскированный Крайслер, то это обязательно отражено. Может быть, поэтому российские мастера не боятся использовать оригинальные логотипы. И на репликах красуется и горцующий черный конь, и крылатая латинская буква. Иван Федотов, Наталья Андреева, Игорь Габетий, Геннадий Талочкин, Москва, 24.